Квитанция на оплату отопления пришла, а тепло нет. Батареи в доме номер 48 на улице Островского холодные, несмотря на то, что за окном уже октябрь. Жильцы 160-ти квартир вынуждены спасаться от холодов самостоятельно. В квартире сырость, холодно, обогреватель стоит, но от обогревателя толка никакого. Отопительный сезон здесь начать невозможно из-за труб, ведь в них многочисленные дыры. Местами трубы и вовсе проломаны. Если дать в них воду, она быстро затопит подвал. Жильцы признаются, что подобные гейзеры уже были в прошлые года. Постоянно вызывали у нас, постоянно. С нашей стороны там лопается труба постоянно. За свой счет покупаем и делаем. Каждый год мы бегаем по всем инстанциям, но мер никаких никто не принимает. В жилищную комиссию ходили, в прокуратуру ходили, в администрацию ездили. А что толку-то? Из-за этого у жильцов первых этажей на стенах появилась плесень. У некоторых гниют полы. Сырость. Трубы все гнилые. Даже на улице посмотрите, какое отопление должно быть, а не какие быть. Железное обладание. Все сыпется. Там же сырость. Там все разваливается. Они отопление дадут, как они сказали. А прессовку не делали. И все. И все потекет. И мы будем в курточках, в валенках спать зимой. Накопившиеся вопросы жильцы задают управляющей компанией. Однако она сменилась. У прошлой отозвали лицензию еще летом. Новая Либер приступила к обязанностям лишь в этом месяце. По словам представителей, дом еще даже до конца не передали в их ведение. Поэтому и подготовить его к отопительному сезону не успели. Сделать это хотят в рамках субсидий от администрации города. Приходил вчера проектировщик. Там делается сначала проект. На основе этого проекта, для того, чтобы это все по субсидии прошло, на основе этого проекта, подрядчик, который уже тоже найден, проект будет готов на следующей неделе, он сказал. До конца недели будет сделан проект. На основе этого проекта подрядчик делает смету, которую согласовывает в управлении капитального строительства. После этого подрядчик приступает к работе. Справиться с объемом работ управляющая компания планирует до конца октября. Для ускорения процесса, по словам директора, они заручились поддержкой администрации города. А пока людям остается лишь надеяться на теплую погоду и кутаться в шерстяные вещи.